Герои не носят плащи, они носят хирургические костюмы, маски и перчатки. Людмила Старикова работает операционной медсестрой уже 30 лет. Еще с детства знала, что пойдет в медицину вслед за своей родной сестрой. Я училась в Глазове, это Унмуртская республика. Закончила медучилище, отработала 10 лет в Ижевске. Потом переехали с мужем сюда. Я работала в начале в железнодорожной больнице, а потом перевелась сюда работать. У нас же очень интересная работа. Очень интересно. Интересно. И потом видеть, допустим, у нас в травматологии, видеть, как люди сломаны, с переломами, а потом они начинают ходить. Каждое утро Людмила Степановна готовит инструменты для операции. Их может быть от 6 до 8 в день. В связи с этим приходится и задерживаться. А в конце рабочего дня нужно и операционную прибрать, и инструменты обработать. А их в травматологии более сотни. Как каждый выглядит, называется и для чего нужен, знает. А то, что новое появляется, быстро осваивает. Людмила Степановна, это, возможно, сильнейший сотрудник нашей больницы. Однозначно лучшая операционная медсестра. Если не лучшая медсестра всего города Нижнего Тагила, за это не могу ручаться. Но в нашей больнице могу заявить, что это однозначно лучшая операционная медсестра. И замены таким людям просто не существует. Несмотря на свой возраст, она выполняет работу за троих любых других сотрудников. Если у вас есть знакомые операционные медсестры, не забудьте их сегодня поздравить. 15 февраля – Международный день операционной медицинской сестры. То, что они делают – это незаменимый и очень важный труд.